всем привет дорогие друзья сегодня у нас на обзоре вот такой вот мопед рейсер корпус у нас очень долго не было видео потому что подготовка к экзаменам всякие свои проблемы но я для вас вышел и буду снимать обзор сегодня вот такой вот мопед я на нем езжу уже как бы буду ездить второй сезон в принципе он меня вообще радует и он не сильно нравится сейчас давайте перейдем к самому обзору я вам все расскажу досконально что да как здесь погнали начинаем видим у нас здесь есть потертости от прошлого хозяина ну пробег 1683 умудрились пиздануться и вот здесь как так ребята вообще мопед стоял всю дорогу всю жизнь в гараже в один прекрасный момент раз и все все это было обусловлено тем то что ну понимаете же это блять китайский пластик здесь покраска хуйня да ты блять на любом пластике упади у тебя такая же будет жопа блять вот и все сейчас начинаем вот здесь вот у нас такая вот мордашка пластик я сразу говорю здесь стал стены такой же как на лупусе фара противоударная типа пишет завод изготовитель типа здесь все фары противоударные не знаю какие они противоударные но хотя выглядит она массивное как бы вот по ней стучишь она как бы дает почувствуется что она в натуре какая-то ну нормально ну и не потеет она ошибка но даже если молотком пиздануть наверно не сломается думая мы решили проверить блять пиздят нам они или нет сейчас я прямо сейчас на ваших глазах я пиздану по этой фаре чё я скажу молоток был хороший не обманули нас китайцы все целое молотку конкретная пизда пришла она целая видите все в прекрасном состоянии на ней даже муха не еблась ничего не было продолжаем дальше видим у нас здесь крыло в принципе я не знаю на лупусе камень попадает ему здесь пока ничего не попало вроде все держится как бы не было никаких проблем вот здесь вот внутри есть какая-то небольшая защита но конечно если разобраться ее можно было сделать чуть повыше ну например здесь вот как-то продлить или еще какую-то вставку сделать я не знаю потому что все равно туда идет грязь когда ты едешь например по мокрому асфальту вся грязь идет туда во внутрь и но самого он видно все в грязи пиздец вообще здесь тоже вот вот тут тут как-то можно придумать вот здесь вот какая-то можно резьба какая-то внутри есть можно придумать было какую-то еще здесь планку чтобы туда фару не летела потому что вон все все в грязи ладно это свои плюсы и минусы этого мопеда здесь еще оказывается стоит у нас вот она сигнализация ее лучше сразу отключайте вот она барахло от нее бывает то что она начинает длинить и мопед перестает заводиться так ну давай покажем заднюю фару вот так вот она прикольненько выглядит еще вот здесь вот осталось как бы упаковка защитная пленка вот такие вот здесь вот поворотники светоидиодные и в принципе и задняя фара светоидиодная и получается передние фары тоже светоидиодные и в принципе я считаю то что вот это вот решение пара вот здесь вот бокового поворотника это даже очень хорошо потому что от насадите вот здесь вот висит но это как-то не туды не сюды здесь и что-то отпала блять сломалась она и надо разбирать вот это вот а там короче трихомудия такие то что можно крепеж здесь сломать не очень хорошо это все а вот здесь вот как-то выглядит это и опрятно и красиво короче все ништячок мне нравится все вот это колесо передняя здесь 120 70 12 диск литой тормозной диск и получается он дисковый суппорт большой однопоршневой и получается тормозит вообще отменно если мы рассматриваем покупку для города еще куда-то если вы там живете например ну поселок за городом такое с асфальтом все хорошо ездить там до работы еще куда-то вообще отличная тема не сравниться с альфой альфа это просто говно здесь получается вилка телескопического вида держит все пробег 1600 я думаю он и будет 5000 все будет нормально я езжу аккуратно и все будет хорошо давайте перейдем вот здесь зеркала у нас принципе они большие вот такие вот лопухи как уши блять у чебурашки все видно когда ты даже едешь к девушке в принципе если у тебя лицо в прыщах как у меня ты раз даванул что-то там подделал и все ты красивый подсек и ты пошел к девушке это в принципе удобно ну и и все видно в них здесь включается дальний ближний вот они поворотники ну короче как обычно пибикалка свет габариты свет и заводка вот здесь вот у нас сейчас мы переходим к нашей приборной панели и здесь я вам объясню такую вещь интересную даже по моему для меня здесь стоит датчик телефона когда он у вас звенит он начинает мигать вот реально у меня эта штука работает там никакую хуйню не блютуз у меня вот пахан говорит сейчас то что там bluetooth включаешь и он работает реально я ничего не включаю он когда блять не звонят он начинает моргать красненьким ну здесь вот поворотики показывается здесь я не помню а здесь дальний показывается включен здесь часы которые садят аккумулятор очень сильно не подойдешь к нему например неделю все подсел аккумулятор здесь у нас пишется заряд батареи это очень хорошая вещь но без него никуда как бы я считаю нужная штука здесь спидометр вот он сам пробег у нас здесь пишется ну и здесь топливный бак показывается сколько у нас бензина но в принципе я конечно доверяю что они показывают но не шибко бывает подпездывает он когда например он стоит на холостых он показывает блять внизу когда начинаешь ехать стрелка поднимается ну блять это такие приборы вот такие дела по скорости едет этот мопед 50 километров в час легкую 60 едет тоже с легкостью с горки он идет 70 с большой горки он едет 80 ну и тормозит он в принципе нормально сейчас я перейду как бы сразу к теме двигателя двигатель здесь четырехтактный 50 кубов вот для 50 кубов это нормально в принципе 60 километров вот он спокойно ложит вот прям для них усать вообще я не нарадуюсь мопед отлично так чем здесь еще рассказать здесь у нас стоит аккумулятор 12 вольт 7 ампер часов если вы поставите ниже амперы то он у вас херово будет заводиться или вообще не будет заводить сейчас я вам продемонстрирую как здесь все выглядит вот сняли на крышку вот мы видим аккумулятор два провода идет на плюс вот он минус все и вот такого размера аккумулятор в принципе нормально все заводит и вот такая крышечка два ключа у мопеда а теперь мы перейдем плавно если мы так подошли к багажнику вот такой вот у нас багажник вот они документы на него в принципе по вам по багажнику очень вместительны если сравнивать с рейсером лупус там и остальные канзас лупус еще когда они там а бм блять называется но типа лупуса я думаю вы поймете у него меньше багажник здесь больше я в этом багажнике возил трехлитровые банки краски две вот здесь вот такие вот бутылки этого растворителя в принципе они были не маленькие такие литрушки когда красил гараж все влезло я посмотрел у меня же есть лупус 2 даже сейчас стоит у меня я посмотрел и сравнил багажник я бы хуй булез бы столько бы в багажнике и у меня еще здесь была третья банка в пакете вообще просто замечательно доехал на лупусе уже бы такого не получилось вот здесь вот как бы все аккуратно выглядит все целое ну не знаю что здесь может быть ломаться ничего вот у меня ничего не ломается потому что езжу нормально вот он бензобак раз направо повернули ключик бензобак чистый не гнилой нужно перед зимой сливать бензин тогда он у вас не заржавеет потому что у нас бензин откровенное говно там осадки все подряд ну и кстати вот он когда постоит долго от нашего бензина прям чувствуется когда ты на мопеде чувствуется бензин воняет какой-то залупой блять каким-то растворителем блять ну говно прям льют нам вот здесь вот у нас пишется винномер ну я наверно не продемонстрирую да в принципе поверьте мне на слово он там есть так у двигателя получается 3 лошадиных силы 35 ну короче не больше четырех потому что а 39 все вспомнил это точная цифра мопедик на себя берет 150 килограмм в принципе это довольно нормально усиленные амортизаторы как пишет нам завод изготовитель ну хуй его знает усиленные так усиленные для меня они просто пока нормально все держит нет с ними никаких проблем у меня были мопеды и с пробегом 10 тысяч вот такие вот и в принципе проблем с амортами не было проблема только здесь бывает саленблоках вот здесь и на двигателе и где маятник вот он здесь двигатель перекручен вот здесь это не разбалтываются и где маятник и все больше здесь никаких проблем по ходовой части колеса как бы не стерлись еще все нормально я как бы нихуя ли на них и это на задней колесе не станчу тормозить все как бы все целенько извиняюсь конечно то что он грязный а вот выезжал на нем и все кикстартера заводится прекрасно нет никаких проблем вот кто говорит то что мопед рейсер это говно ну хуй его знает ребят по моему вы сами говно если сравнивать тот же самый мопед вот этот и honda dio блять новую покупать за 40 тысяч но не новую блять а с владивостока там ее пригнали а вот захожу на дром и хвалом блять их никто не покупает эти дела ну потому что это откровенное говно ребят у меня рост метр восемьдесят блять какая мне dio ёбаный в рот вот это вот принципе ну подходит нормально сейчас продемонстрирую как я сижу в принципе он принципе я он сел ну вот сюда у меня не ничего не упирается пока нормально вот поворачиваю до упирается не спорю ну блять при езде ты так и не будешь блять на трассе удах поворачивать это что нужно быть дебилом ты сам корпусом уже поворачиваешь вот можно здесь и назад присесть еще удобнее как бы нормально здесь даже на некоторое небольшое расстояние и по нормальной дороге можно и сзади какую-нибудь телочку посадить которая в принципе любит скутеристов ну как говорится скутинеры ну конечно же святой храм бледей не садят но все равно ну можно один раз пренебречь этим или сестру свою прокатить или брата в принципе блять за глаза хватит по пластику здесь сбоку ничего не сломано все отлично не знаю к чему придраться еще могу показать масло здесь но здесь одинаковые движки кто-то пишет там мне нужно блять крышка вариатора на рейсер выпуск друган ты даже блять саги ты можешь его купить вот он здесь щуп ну понятно здесь щуп вот здесь мы откручиваем сливаем масло заменить нужно меняем его почаще принципе заливать можно автомобильная потому что я смотрел на как на инструкцию что на мотоциклетном что на автомобильном состав одинаковый разницы нет никакой 10 в 40 залили и нормальная и сел там класс и сжи принципе похуй все равно там 700 километров проперли слили чтобы все было нормально по-человечески потому что ну быстренько здесь масло засирается и в принципе у нас воздух пыль глотает и все равно какая-то до песчинка туда попадет а так мопед замечательный мне нравится по пластику снизу все отлично дорожный просвет посмотрите на дорожный просвет но вот она вот заканчивается вот но сравнить можно его с лупусом такой же большой принципе даже больше этот мопед поместительнее чем выпуск и он поинтереснее даже как-то выглядит ну как по мне ну и лупус тоже нормально выглядит давайте я сейчас вам его заведу весит мопед 83 килограмма в принципе довольно нормальный вес но если вот эту всю требуху вот этот пластик снять вот говно сплошное я думаю он и весит будет и килограмм 50 еще быстрее будете ну кому может там тюнинг какой я не знаю вот сейчас я продемонстрирую как он заводится аккумулятор я его не заводил я вот как пришел сразу просто достал вот он на прогрев стал и начали мы снимать для вас видео обзор вот все работает пробег родной все нормально ну нужно конечно после зимы заменить масло потому что я его летом менял в середине осень чуть-чуть отъездил и он встал но она уже такое грязновато лучше земли не виден никакого дыма ничего нет все ну все нормально вот показывается вот ну сейчас тут так показывает поедешь стрелка еще выше станет потому что там ну я нормально вот у нас показывает за сейчас заряд аккумулятора ну нормально сейчас я с ножки его заведу вот ножка все вот так вот работает поворотник давай на передние горит вот ну такое видно что горит вот он свет габаритики вот они вот он главный все вот горит нормально вот жопу можно еще показать ну да вот дальний в принципе разницы нет никакой жопу еще покажи как все вот нажимаю ну все работает в чем еще здесь прикол лента с прошлого хозяина я конечно противник ленты этой но ладно заберу свои слова обратно вечером красиво выглядит блять как на елке едешь на новогодний давайте я сколько он отец продемонстрируем как в перевозке ну в принципе нормально так по гаражу сейчас ещё раз холодина для заводки нужно там мы концевики стоят смотрите они могут быть и здесь счете может быть и на заднем тормозе sweat Вот это задний тормоз, вот это передний. Что, охуел, что ли? Бывает. Вырежем. Кто-то скажет, что я вас наебал, но, блядь, первый раз подъебал. Суки, сглазили, блядь. Сейчас, как бы, давайте мы на нем прокатимся. Сейчас еще раз заведем. Вот. Девушки, сглазили. Что ты, блядь, блядь? Парк. Что ты, блядь, блядь? Я его, блядь, здесь нахваливаю, а он, блядь, мне хуй выкатил. давайте дубль 13 дубль 3 завелся блять ну давайте уже проедем вот она боковушка, а то блять будете с правой стороны блять ее искать ой блять ну ёб твоя мать блять ох ты мать блять ох ты мать блять ох ты мать блять ребят, тормозите передним тормозом не нужно тормозить задним как ебанутые блять потому что задним нас может скосить и вы пристаретесь и яблон пропашите землю ну в принципе гудит и хуй на него заводится в принципе ему может быть и недолго осталось ездить на 50 кубах потому что ну он и едет медленно так 70 кубов едет 70 60 с легкостью ну а здесь чуть поменьше ну в принципе и этот так пойдет может быть скорая на 72 поставлю ну пока пусть так в принципе у нас обзор заканчивается спасибо за просмотр ставим лайки подписываемся ну как бы распространяем наши видео кому-нибудь посоветуйте нас еще что то у нас как бы интересно будет и много техники всякой разной интересной не только что там стоит конечно я понимаю я может быть кого-то заебу однотипностью то что вот блять там купил опять альфу но это такой уголок у нас то что раз вот купили засняли как она выглядит вот как бы вот так вот будет еще у нас очень интересный автомобиль который купили ну купил я но это будет попозже наверное может быть летом ну и конечно павел еще купил себе автомобиль ну наверное тоже вы его увидите короче всем пока пока